Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Эксперт-совет» и я ее ведущая Наталья Власова. Сотрудники Кишиневского зоопарка утверждают, что в зоопарке имеется несколько видов уникальных животных, которые они не могут продемонстрировать по причине того, что у них нет для этого условий. Как власти решают эту проблему и решают ли ее вообще? Грядут ли изменения в обустройстве зоопарка? Сегодня мы узнаем у приглашенного эксперта. У нас в гостях приглашенный эксперт. Это Виталий Бушев, заведующий научно-методического отдела Кишиневского зоопарка. Доброе утро, Виталий Титович! Доброе утро! Виталий Титович, первый вопрос. Значит, у нас такая информация о том, что действительно в Кишиневском зоопарке содержится несколько видов уникальных животных, которые вы мне можете продемонстрировать. По какой причине и правда ли это? На самом деле, правда, у нас есть довольно большое количество животных, довольно редких. Это такие, как крокодил, разные виды рептилий, птицы, которые мы не можем продемонстрировать, потому что нет условий. Это новый террариум нужен для того, чтобы показать такие виды, как крокодилы и рептилии. А сколько обходится, скажем так, зоопарку один новый террариум, то есть приблизительно в цене? Ну, приблизительно посчитали наши коллеги из Европы, это может обойтись около миллиона евро. Если есть возможность, мы их выставляем на экспозицию. Например, сейчас у нас как бы открылся зоомагазин, где мы продаем мелких животных. Параллельно мы начали экспонировать там вот. У нас есть обезьяны мелкие, тамарины, и плюс попугаи аэро. Что, возможно, мы выносим, но если сказать, что крокодила вынести внаружу, это нужно специальные условия для того, чтобы он там содержался, экспонировался. Я слышала, что был одобрен план реконструкции, скажем так, или, может быть, изменения немножко Кишиневского зоопарка, и что даже его хотят превратить в местный, скажем так, Диснейленд. Это правда или нет? Ну, насчет Диснейленда, это немножко планка завышена немножко, да. Концепция состоит в том, чтобы построить зоопарк по зоогеографическому принципу. Животные Африки, Азии, Евразии будут, например, вот в зоне, где сейчас находится сам зоопарк, будет сейчас старая территория, будут животные Евразии, и отдельная территория для животных Австралии. Последний вопрос, который меня интересует, вы знаете, вот вы расписали, в принципе, возможно, это будет хорошо выглядеть, я даже не отрицаю, но у нас очень часто, вы знаете, бывает такое в стране, что мы начали что-то делать, вот, к примеру, как с Комсомольским озером, и забросили на середине. У меня такой вопрос, не случится ли то же самое с Кишиневским зоопарком? 15 лет назад зоопарка могло бы вообще не быть. Но тогда власти настояли, и получилось так, что зоопарк остался. 15 лет назад могли вообще распродать всех животных, и потихоньку мы начинаем развиваться. Это, конечно, очень тяжело, и очень много времени занимает, но я думаю, что пусть даже не 15 лет, но может быть немножко больше, но все равно эта концепция будет в действии, как бы завершится до конца. Виталий Титович, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и отвечали на наши вопросы. Спасибо. Ну а вам, уважаемые телезрители, мы напоминаем, что вы, именно вы, можете принять участие в разработке наших будущих рубрик. Заходите к нам на сайт runnoywstsdfistv.md, отправляйте ваши вопросы. Самые важные, самые нужные, самые актуальные из них лягут в основу будущих эксперт-советов. Ну а мы с вами скоро встретимся с новой историей и новым экспертом.